Этот праздник объединяет всех, кому близки наша страна, ее история и культура, ее великий народ. В День России граждане нашей необъятной страны устанавливают в своих квартирах и домах государственные флаги, посещают патриотические концерты. И в Славянском районе по доброй традиции отмечается этот замечательный праздник. 32 года назад, 12 июня 1990 года, была подписана Декларация о независимости России. И самый молодой государственный праздник широко празднуется по всей нашей огромной стране. На театральной площади города собрались люди от мала до велика, но больше всех было, конечно, молодежи. Для них этот праздник особенно много значит. Самые достойные представители молодого поколения участвовали в церемонии подъема государственного флага. Это были ученик года 2022 Алексей Абаев и член сборной России по академической гребле Елизавета Ковальская. Всех собравшихся на театральной площади сердечно поздравил с праздником и пожелал самого доброго глава Славянского района Роман Синеговский. В этот день мы честим нашу родину, страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий, культур. И этот праздник для нас как символ единства всех жителей нашей большой страны, всех россиян. Наша малая родина, Славянский район, частица большой России. Сегодня наш район уверенно идет в ногу со временем, делая новые шаги в развитии экономики и социальной сферы. Благодаря государственным программам мы строим школы и детские сады, медицинские учреждения и спортивные центры. Блоустраиваем город, станицы и хутора. Наше государство заботится о нас, а мы трудимся на благо родной страны. И понимаем, что только вместе мы сделаем российскую государственность прочной. А саму страну экономически крепкой, комфортной для жизни людей, для нас с вами, для наших детей и для наших внуков. Затем в торжественной обстановке состоялось вручение главного документа гражданина Российской Федерации – паспорта юным славянцам. Ребята были, конечно, очень рады получить паспорт в такой праздник. Для меня большая честь получить паспорт гражданина Российской Федерации в День России. Я считаю, что Россия самая большая, самая лучшая страна. Я навсегда запомню этот праздник, так как я получила в этот день паспорт. Я отлично учусь, я думаю, что я хорошо закончу школу и поступлю в высшее учебное заведение. Славянские артисты исполнили для собравшихся свои песни. Россия – это мы, это ты и я. Россия – наша гордость, твоя и моя. Россия – это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Государственный праздник стал прекрасным поводом, чтобы еще раз выразить любовь и уважение к своей стране. Поздравляю я всех с праздником, таким великим праздником, праздником России. И желаю всем крепкого здоровья. Самое главное – строить наш Славянск. Он сегодня похож на европейский, красотой своей, стройками своими. А чтобы он еще больше процветал. Активная общественница, студентка Александра Шелудько празднует в День России свой день рождения. Ей исполнилось 18 лет, и она видит свое будущее только в родной стране. У меня сегодня двойной праздник – День России и День моего рождения. Мне исполняется 18 лет. Наша страна дает нам возможность, чтобы учиться, получать профессию, работать и развиваться. Я очень люблю нашу страну. Это очень самая классная страна. И я связываю свое будущее только с ней. В парке имени Григория Пономаренко состоялся концерт, посвященный Дню Святой Троицы. Это праздник с многовековыми традициями, и он любим в народе. И день такой замечательный, и песни все поют веселые, великие песни. И для людей это так приятно, и так радостно. И мы помним этот праздник. Мы украшаем дома, мы действительно все посыпаем разнотравием. В доме пахнет такой чистотой, нежностью и вообще пробуждением. Ну, не день, а просто удивление. И праздник замечательный, и люди подходят, и поют песни, и вместе с нами слушают, и радуются всему тому, что происходит вокруг. Это так здорово. В исполнении вокальных групп и коллективов прозвучали песни, завоевавшие народную любовь. И они так много говорили сердцу славянцев, которые гордятся как своей малой родиной, так и всей нашей самой большой в мире страной. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа События.